Онегин жил анахаретом. В седьмом часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу Гюльнары, подражая, сей Геллеспонд переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая, и одевался. Прогулки, чтения, сон глубокий, лесная тень, журчание струй, порой белянки черноокой, молодой свежий поцелуй, узде послушный конь, ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая. И нечувствительно он ей предался, красных летних дней в беспечной Негине считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Но наше северное лето, карикатура южных зим, мелькнет и нет. Известно это, хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей и крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора, стоял на ябрюшу двора. Встает заря во мгле холодный, на нивах шум работу молк, своей волчихою голодной выходит на дорогу волк, и вопочуя конь дорожный храпит, и путник осторожный несется в гору и весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке распевая дева придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы, на вот, возьми ее скорей. Опрятней модного паркета, блистает речка льдом одета, мальчишек радостный народ, коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает, бережно на лед скользит и падает. Веселый, мелькает, вьется первый снег, звездами падая на брег. В глуши что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровой, но конь, притупленный подковой, неверный, зацепляя лед, того и жди, что упадет. Сиди под кровлей пустынной, читай. Вот брат, вот фальтер-скот. Не хочешь? Поверяй расход, садись и льпей. И вечер длинный кое-как пройдет, а завтра то ж и славно зиму проведешь. Примый Монегин чильд горольдом вдался в задумчивую лень. Со сна садится в ванну сольдом. И после дома целый день один в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный. Он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский. Бильярд оставлен, кий забыт. Перед камином стол накрыт. Евгений ждет. Вот едет Ленской на тройке чалых лошадей. Давай, обедайте поскорей. Вдовы клико или муэта благословенное вино в бутылке мерзлой для поэта. На стол тотчас принесено. Оно сверкает и по креной. Оно своей игрой и пеной, подобием того сего, меня пленяло за него. Последний бедный лепт бывало давал я, помните ли, друзья. Его волшебная струя рождала глупостей немало. А сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов. Но изменяет пеной шумной оно желудку моему. И я, бордо благоразумный, уж нынче предпочел ему. К аи я больше не способен. Аи любовнице подобен. Блестящий, ветреный, живой и своенравный, и пустой. Но ты, бордо, подобен другу, который в горе и в беде, товарищ, завсегда, везде готов нам оказать услугу. Или тихо и разделить досуг. Да здравствует бордо наш друг. Огонь потух. Едва золою подернут уголь золотой. Едва заметную струею вьется пар. И теплотой камин чуть дышит. Дым из трубок в трубу уходит. Светлый кубок еще шипит среди стола. Вечерняя находит мгла. Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина. Порой той, что названа пора, меж волка и собаки. А почему не вижу я? Теперь беседуют друзья. Ну что соседки, что Татьяна, что Ольга резвая твоя. Налей еще мне полстакана. Довольно милый. Вся семья здорова, кланяться велели. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи. Что за грудь, что за душа. Когда-нибудь заедем к ним. Ты их обяжешь. А то, мой друг, суди ты сам. Два раза заглянул, а там уж к ним и носу не покажешь. Да вот, какой же я болван. Ты к ним на той неделе зван. Я? Да, Татьяна и именина в субботу. Оленька и мать велели звать. И нет причины тебе на зов не приезжать. Но куча будет там народу и всякого такого сброду. И никого, уверен я. Кто будет там? Своя семья. Поедем. Сделай одолжение. Ну, что ж. Согласен. Как ты мил. При всех словах он осушил стакан соседки приношения. Потом разговорились вновь. Про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через две недели назначен был счастливый срок. И тайно-брачные постели, и сладостной любви венок Его восторгов ожидали. Гимена хлопоты печали, зевоты, хладная череда Ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гимена, В домашней жизни зрим один ряд утомительных картин, Роман во вкусе Ла Фонтена. Мой бедный Ленской сердцем он для оной жизни был рожден. Он был любим. По крайней мере, так думал он. И был счастлив. Сто крат блажен, кто предан вере, Кто, хладный ум угомонив, Покоится в сердечной неге, Как пьяный путник на ночлеге. Или нежней, как мотылек, В весенний впившись цветок. Но жалок тот, кто все предвидит, Чья не кружится голова, Кто все движения, все слова В их переводе ненавидит, Чье сердце опыт остудил И забываться запретил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok